Ну да, это не важно. Важно, что нам сейчас боксеры покажут во втором раунде. Позиция такая же Маккормах в центре ринга. У меня пытаются его смутить, но Маккормах жестко встречает в очередной раз. Я вспоминаю четвертьфинальный поединок у меня. Он так тоже, в общем-то, первый-второй раунд. Не сказать, что с огромным преимуществом переиграл соперника. Но в третьем раунде резко взвинтил темп. Резко увеличил количество своих атак. И очень быстро все решил в свою пользу. Как будет сегодня? Сейчас хорошо атаковал соперник. Все соперник посложнее, а по-наопаснее. А, кстати, у меня в самом первом бою одолел Алексея Мазуром. Раздельное решение, но со счетом 4-1. Тянулся подальше Софьян, потом вернулся с единочным попаданием. ПОЕБОЛЬНЫЙ ПОЛИЗ Anywhere поиски всейaredности Справа Ф knee Ф knee В debt Неплохо сейчас вот этими одиночными ударами, да? Уходя, совсем у меня очень точно под конец раунда встретил соперника. То есть, ну, хорошо чувствует время, да, когда прибавится? Да, тут моменты такие очень тонкие. Спокойный такой анализ прошедшего раунда. В углу британца. Заключительный раунд. Напоминаю, второй полуфинал в первом полу среднем весе. Победитель этого года уже ждет в финале аксер из Армении. Победитель этого года. Заиграл на ногах сейчас, задвигался Софьян Умия. Да, сейчас он в крови так тянет на себя соперником. Перешагивает с ноги на ногу, но Маккормак решил не играть в эти игры, а тянулся назад. Решил не идти на поводу. Вот так? Я говорил, что в третьем раунде он резко прибавляет. Он под корпусом, оттягивается назад, позволяет его работать с опущенными руками. Интересно посмотреть на него в длинных боях. Возможно, мы Софьяна увидим и в профессионалах, потому что чувствуется, что он более поздним раундом раскрывается еще дополнительно. В профессионалах, не думаю, он хочет вторую олимпиаду, поехать на вторую олимпиаду в Токио. Ну, 24 года ему сейчас. И может быть, Серебро пожаляет на золото. Да, сейчас ему 24. Чем-то, пичку Рофи еще не закрыть. Вот хорошая атака от Маккормака. Довольно опасная, но показывает реферий, что был удар по затылку. Один из серий. Дверьком ушел от атаки и снизу пробил одиночным ударом Софьяна. И снова с дистанции передней рукой. Какой игровой бокс сейчас показывает. Если до этого старался быть технарем, то сейчас такой игровик больше. И все, доволен, доволен Софьянуи тем, как это было. Маккормах тоже, в принципе, не удавляет. Не расстроен, это да. Продолжение следует. Итак, слушаем. Единогласное решение. Да, единогласным решением Софьян Ме выходит в финал. И там его ждет Аванес Бачков, у которого будет очень непростой финал. Ну, подождем, посмотрим. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку на винлайн.ру. Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. Парни! Да? Готовы взбодриться? Конечно! Ловите новинку! Миллинный месяц! Вот это волна! Может и мы посерфим? Ты как? Посерфим. Но сначала замиксим. Лови вкус оборот. С новинкой Меринда Миксит. Сейчас все объясню. Смотри, твой тариф. 15 гигабайт и 500 минут в месяц. Из них ты тратишь порядка 11 гигабайт и 300... 3... 3 минут. Платишь ты за все? Да? Почему тогда тебе не настроить твой тариф так, чтобы было 11 гигабайт и 303 минуты? Вьет, и ты платишь только за то, что тебе нужно. Ну, иногда 14 у тебя бывает. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Начать игру с Винлайн ничего не стоит. Получи фрибет 1000 на первую ставку. Винлайн Тайм. Ставь за наш счет. Ну что, теперь полуфиналы в среднем весе. И вы видите на пути к рингу Александра Хижняка, боксера из Украины, который в равном бою практически, но сумел убедить судей в своем превосходстве, когда встречался с тамшим Глебом Бокши. Его соперник. Спортсмен из Словакии. Андрей Семчемес. Вот соперник Александр Хижняка. А, ну, в шокерах. Интересное требование сейчас у рефери. Он попросил, чтобы футболкой, ну, майкой, где закрыли пояс вот этот защитный. Одинаковое количество боев провели. И Андрей Семчемес, и Александр Хижняк на пути к полуфиналу. Словакии. Вот так он в такой агрессивной манере провел весь поединок и с нашим Глебом Бокши. Короткие удары у Хижняка, но довольно увесистые. Постоянный прессинг он будет оказывать на соперника в течение всего боя. Так оттолкнул от себя. Завелся, мне кажется, просто. Ну, потому что там локоть поставил Хижняк и толкал подбородок соперника. Вот еще раз и снова. Ну, вот это нарушение, которое делает Хижняк, как раз за разом, рефери должен обратить на это внимание. Когда они сближают, что Хижняк ставит, выставляют предпечатать. Ну, пока рефери только замечает, что Андрей Чемес боксирует с низкопущенной головой, хотя я вот этого не замечаю. Ну, низкопущенной головой. Наоборот, у него...